Уважаемые председатели, уважаемые коллеги, прежде всего хочу поблагодарить устроителей этой конференции за прекрасного престижного форума, за предоставление возможности выступить с докладом. И лично мне особенно приятно, что меня причислили к молодым ученым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Итак, мы сейчас обратимся от клинических исследований к чисто экспериментальным. В условиях внутриопухолевого микроокружения макрофаги подвергаются очень сильному воздействию различных цитокинов, химокинов, ферментов, которые связаны прежде всего с выделением их опухолевыми клетками, но также и с процессами повреждения, которые всегда происходят внутри опухоли, в виде различных продуктов деградации, сигналов опасности. И самое главное, это, конечно, основной фактор, который там действует, это гипоксия. Всё это, конечно, хорошо известно. Каким же образом это влияет на макрофаги? До сравнительно, ну хотя, как сказать, недавнего времени, 92-й год, это уже более 25 лет прошло, да? Значит, до этого времени существовало представление о том, что макрофаги приходят в опухоли исключительно по зову Т-лимфоцитов для осуществления противоопухолевой защиты. И вот с этой точкой зрения, хотя и очень много было накоплено экспериментальных данных против этого, значит, никак нельзя было бороться. Может, такое было засилие в иммунологии. Пока вот тут не могу не вспомнить очень уважаемого профессора Миланского университета Альберта Монтовани, который в 1992 году впервые опубликовал точку зрения о двойственной природе макрофагов при опухолевом росте. И обосновал точку зрения на основе своих и других экспериментальных работ о том, что макрофаги приходят в опухоль благодаря, не благодаря, а, собственно говоря, потому что опухоль выделяет целый набор различных химокинов, привлекающих моноциты из крови. И внутриопухолевые макрофаги занимаются там вовсе не борьбой с опухолевым ростом, а как раз помогают опухоли расти. В частности, происходит стимуляция ангиогенеза, продукция ростовых факторов и продукция протеаз, разрушающих неклеточный матрикс. С тех пор, прошло уже 25 лет, точка зрения эта всё более укрепляется. И в чём же состояла наша работа? Мы хотели вычленить очень небольшой фрагмент взаимодействия макрофагов с этим микроокружением, который заключается в том, что мы хотели изучить роль лишь одного фактора – ВГФ на вот эти макрофаги, приходящие в опухоль. Ну, что такое ВГФ? В своё время, так сказать, это был очень новый, интересный фактор, изучение которого собирала просто огромнейшая аудитория, и так это всё было ново и интересно. Сейчас, я думаю, что про ВГФ знают все, и, наверное, в этой аудитории не нужно объяснять, как расшифровывается эта аббревиатура. Значит, начиналось с того, что этот фактор… Ой, простите. Что он… Значит, был выделен как фактор, усиливающий проницаемость. Сейчас немножко про это забывают, но на самом деле это очень важно. Затем победоносные 90-е годы изучения этого фактора как основного ангиогенного фактора, в результате чего сформировалось новое направление в аскуловой олджили, сосудистая биология. И, наконец, примерно вот в эти же годы появились и первые работы об иммуно-регуляторной роли этого фактора. И, в частности, работы Клауса, который показал, что этот фактор является химокином для моноцитов и способствует аккумуляции моноцитов в опухолевой ткани. Ну, как вот ни странно, при огромном количестве публикаций, посвященных этому фактору, а вот его влияние на макрофаги практически остается неизученным. Поэтому мы попытались этот пробел ликвидировать и поизучать следующим образом. Вот мы представляем опухоль, которая выделяет ВГФ, дальше моноциты отвечают на этот фактор и приходят в опухоль, и дальше вот что, собственно, с ними там происходит, это, значит, знак вопроса. Какой мы использовали методический подход для ответа на этот, для постановки этой задачи? Ну, самый простой. Значит, делали опыты инвитера, где именно добавляли только один этот фактор, добавляли его к резидентным перитениальным макрофагам интактных мышей, инкубировали сутки и затем смотрели ряд параметров. В частности, рецепторы к ВГФу, продукция самого ВГФа и целый ряд функциональных параметров макрофага, включающих синтез и продукцию различных радикалов, пеноцитоз, активность 5,4-х нуклеотидаза. Это я просто поясню. Это фермент пуринового обмена, который тоже играет важную роль в активации макрофагов и обмена аденозина, продукцию различных цитокинов и экспрессию МРНК ТСП1. ТСП1 – это тромбосподин-1, так называемый матри-клеточный белок, белок внеклеточного матрица. Итак, мы начали свое изучение с рецепторов. Оказалось, что МРНК первого рецептора действительно немножко стимулируется, второго нет, но по проточной цитометрии это было не подтверждено, поэтому активации рецепторов мы не обнаружили. Зачем мы вообще это смотрели? Мы думали, что если будет активация рецепторов, то можно предположить такую некую петлю усиления, связанную с продукцией ВГФ и макрофагами, и активации через рецепторы, и раскручивание этого процесса. Но этого мы не обнаружили. Следующее – это мы показали усиление продукции ЭНО в макрофагах под действием ВГФ. также усиление спонтанной продукции супероксид-радикалов, но при этом некоторое снижение стимулированной фарболовым эфиром продукции, отсутствие влияния на пентоцитоз и снижение активности фермента 5-штрих-нуклеотидазы. Кроме того, нами также было показано, что ВГФ стимулирует как экспрессию МРНК свою собственную, то есть ВГФ, также и содержание белка ВГФ в макрофагах. А затем мы анализировали продукцию макрофагами различных цитокинов общим числом 20 цитокинов с помощью вот этого набора мультианалита на 12 цитокинов. Сюда входили самые разные цитокины, провоспалительные, противовоспалительные, целый набор химоокинов, два ростовых фактора и один из интерферонов. В результате оказалось, что в основном вся эта продукция этих факторов не меняется под действием ВГФ, но 5 факторов стимулировались. Это фактор некрозоопухоли альфа, интерликин 6, 10, 17 и МСП1. Кроме того, мы еще посмотрели экспрессию тромбоспондина-1, вот этого матриклеточного белка, и он тоже оказалось, что его экспрессии усиливается. Таким образом, если попытаться суммировать все, что мы нашли, и далее попытаться сделать то, что все сейчас очень любят делать, это каким-то образом охарактеризовать фенотип макрофагов и, скажем, приложить к одной из очень распространенных, но совершенно, по-моему, несостоятельных классификаций, как М1 и М2, это примерно, как, знаете, надеть тесные штаны. То есть мы пытаемся все время всунуть разнообразный гетерогенный фенотип макрофагов, о которых все пишут, в какую-то очень узкую классификацию, и все уже теперь пишут, что никак туда не лезет. И автор, один из первых, кто очень много писал о М1 и М2 макрофагах в опухолях, это Альберто Монтовани, уже тоже пришел к тому, что уже никак не получается с М1 и М2. Он стал предлагать, что есть у нас М3 и М4. Но все равно это, собственно говоря, ничего не поможет, потому что, наверное, делить макрофаги на популяции, пока мы еще не придумали, как и на чем, собственно, обосновать эту классификацию. Ни по метаболизму аргинина, ни по продукции цитоокинов, ни по транскрипционным факторам ничего не получается. А если вообще мы вспомним историю, вы извините, что я на эту тему, но это такой немножко наболевший вопрос, не только у меня. Вообще за последние несколько лет тут появился вновь шквал вот этих вот обзоров бесконечных о делении макрофагов по каким-то возможным классификациям, на какие-то популяции. И, так сказать, что уже только не придумывали, какие только маркеры не выдумывали. А если мы вспомним то, что было лет 50 назад, их там и по плавучей плотности делили, и по размеру, и как только. И, в общем, в результате мы не можем никак мы их разделить, потому что они действительно разные, они не клонированы, в отличие от лимфоцитов. И, наверное, это, в общем, пока никакого реального подхода к этому мы не можем приложить. Итак, наши данные. Что, собственно, у нас получается? В основном, видите, получается провоспалительный фенотип. Ну, условно как-то вроде можно сказать, что это близко к М1. Что важно? Не важно, на самом деле, М1, а не М2 или М25. Важно, что там эти макрофаги делают. Вот посмотрите, пожалуйста. Вот чисто по этим маркерам так и получается, что в основном-то что? Ангиогенная активность. Кто такой фактор опухоли некроза альфа, который тут и сегодня выступали, что чем его больше, тем лучше. Видите, он такой хороший. Так он же первый ангиогенный фактор. Вы понимаете? То есть мы так вот, с одной стороны посмотрим, вроде он цитотоксический, а с другой-то тоже надо посмотреть. Он же ангиогенный. ИНО тоже самое. ИНО самое, что ни на есть. Вазодилатирующая молекула, усиливающая трансэндотелиальную миграцию, усиливающая воспаление. Да, всё же вот так и получается. Антерликин-17, ангиогенная активность, ВГФ тем более. Вот эти факторы привлечения моноцитов, усиления трансэндотелиальной миграции. Значит, интерликин-10, вот тут он как раз совсем в эту компанию, казалось бы, не подходит. Это чисто противовоспалительный цитоакин. Его обычно трактуют как фактор, подавляющий активность т-лимфоцитов. Ну, может быть, так и есть. Кто ж его знает? Значит, ещё тут интересно, вот этот вот, ой, пардон, тромбоспондин-1. Почему он интересен? Значит, если вы откроете любой обзор, там написано, что он относится к противоангиогенным факторам, как, так сказать, аксиома. ВГФ ангиогенный, тромбоспондин противоангиогенный. Но дело в том, что это основано в основном на инвитеровых экспериментах, там, где в определённых условиях, фиксированный на подложке или не фиксированный, он нейтрализует действия в ВГФ. На самом же деле, его роль, инвива особенно, гораздо шире. Это матриклеточный белок, который секретируется в местах активного восстановления повреждённых тканей. Индукторами являются, смотрите, как всё подходит, гипоксия и сигналы опасности, а функция адгезия и миграция клеток усиления трансэндотелиальной миграции. То есть, по большому счёту, это не характеристика противоангиогенного фактора. Да, согласитесь? Получается, что на самом деле скорее провоспалительный. Ну и так, что же мы, так сказать, получили? Мы поставили задачу изучить вклад вот этого ВГФ в изменение фенотипа макрофагов инвитро, но держа в голове в уме модель именно внутри опухолевых макрофагов. И получили мы суммарно, что вот эти факторы, изменения которых мы обнаружили, будут стимулировать ангиогенез, пролиферацию опухолевых клеток, моделирование макстрикса и подавление адаптивного ответа. То есть всё то, все те классические параметры, которые, собственно, и характерны для внутриопухолевых макрофагов, но обычно они, так сказать, из другого микроокружения вытекают. Мы впервые посмотрели именно вклад конкретно в ВГФ. То есть внутриопухолевые ВГФ будет лить на ту же мельницу, что и все остальные факторы в компании с гипоксией и прочими дампами и другими цитокинами. Что можно с этим поделать? Как можно было бы подойти к коррекции нежелательных вот этих эффектов ВГФ, которые происходят в отношении макрофагов внутри опухолевого узла? Здесь вполне разумно применение антивГФ препаратов, но здесь уже с другой функцией, не как обычных антиангиогенных препаратов, а именно как нейтрализующих вот эту блокаду привлечения макрофагов, нейтрализацию ВГФ, синтезируемого не только опухолевыми клетками, но уже и макрофагами. Ну и далее имеется целый ряд антимакрофагальных подходов, когда, хотя и не очень успешно, но всё-таки пытаются применять антитела против макрофагов, различные способы блокады химоакинов и их рецепторов для ограничения привлечения макрофагов в опухоль, ну и вот, так сказать, очень модная тема о репрограммировании макрофагов, но здесь, видите ли, нужно ещё очень хорошо разобраться, как же мы будем их репрограммировать, если они все разные, и даже внутри одной опухоли в разных местах они разные, и, так сказать, мы не можем их построить как солдат, понимаете, в одну шеренгу и каким-то образом репрограммировать. Но это моё личное мнение, а вообще на самом деле люди во всём мире этим очень активно занимаются. Спасибо за внимание. Вот на последнем слайде мои соавторы. Спасибо, Екатерина Прохоровна. Спасибо.